Привет, народ! Наушники, которые я приобрел для своего пользования, которые очень рекомендовали другие блогеры, но, как вы знаете, у них цена довольно высокая. И поэтому я решил попробовать купить аналогичные наушники с такими же плюс-минус параметрами, но дешевле. Я посмотрел, что есть на рынке, чтобы присутствовал этот кодек Эльдах, чтобы присутствовала Hi-Res Audio. То есть плюс-минус такие же наушники за более вменяемые деньги. И я нашел. И это вот... Я нашел. Эта компания Ugreen делает вот такие вот недорогие наушники. Тем более на них была акция. И я хочу вместе с вами их сейчас распаковать и потом в будущем сравнить их с более дорогими. От другого производителя, более именитого. Такого вот... Имеет ли смысл переплачивать? Достойны ли делают вещи китайцы? И насколько вот по звучанию. Если здесь, как говорят, очень хорошее шумоподавление, здесь может быть не такое хорошее. Ну, все это мы узнаем в полноценном обзоре. А сегодня мы распакуем и посмотрим на комплектацию, на то, как они сидят, на то, как они выглядят. Наушники поставляются вот в такой вот фирменной упаковочке Ugreen. Вот они запакованы в такую вот клеенку. Ну, открываем и смотрим, что там внутри. Вот такие вот наушнички. Вот такая вот коробочка. А то, что я вам говорил. Hi-Res Audio И кодеки LDAC Шумоподавление И очень хорошее автономное время работы. Аж 90 часов. Плюс есть быстрая зарядка. За 5 минут заряжается на 9 часов использования. Вот такой вот коробочки. Коробочка немного помялась. Вот как выглядят наушники на коробочке заброшены. Есть несколько языков. На русском, кстати, тоже есть. Написано, кодек LDAC без потерь обеспечивает исключительно высокое разрешение. Ну, давайте будем открывать и смотреть. Вот так вот они выглядят. Открываем. Аж самому интересно. Наушники. Эти наушники в 6 раз дешевле Sony. Открываем. И достаем. Снизу у нас, с этой стороны у нас пачка бумаги. Отлаживаем ее в сторонку. И сами наушники внутри больше ничего нет. И сами наушники вот так вот запакованы. К сожалению, когда я покупал, белого цвета не было. Здесь есть вот такая вот бумажечка и кабель зарядки. Закрываем все обратно и нам интересны вот эти наушники. Видите, как они сделали? Все завернуто пакетиком. И смотрите, как они выглядят. По ощущениям, неплохо выглядят и чувствуются кнопочки. Вот такой вот скудный комплект поставки. Сами наушники, кабель зарядки и кабель подключения наушников по проводу. АУКС-провод. Итак, давайте будем их подключать к телефону. Мы распаковали наушники. Теперь будем пробовать первое включение. Я, кстати, не знаю, заряженные мы или нет. Так, тут три кнопочки и включение по середине. Жмем и ждем. Выслышали? Они что-то сказали. Они что-то сказали. Теперь пробуем их найти по Bluetooth. Добавить устройство. И они сразу высвечиваются. Ugreen Hi-Tune Max 5. Пробую подключиться. Даем разрешение. Connected. Итак, первый раз одеваю. Я их еще не пробовал одевать. Интересно. Вращение. Такое вращение. Угу. 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 Так вот слаживается. Хорошо. И, кстати, есть фиксация. Видите? Аж дергается. Ну, одеваем и слушаем. Ну, по ощущениям, по ощущениям, когда надел на голову, они и меньше, чем Sony. На Sony полностью обхватывает чашечка, мое ухо. Здесь чуть-чуть ухо не влазит. Чувствуется, что прижимает сильнее. Сама чашечка вот эта вот меньше. И оно ухо более так вот. Ну, сидят довольно удобно по ощущениям. Говорят, что вот это вот движение, и когда бьется пластик, оно слышно и неприятно. Ну, на голове оно ты одел, оно расперло, и все отлично. Регулировка. Регулировка. Видите? Довольно-таки большая. Регулировка. Кто-то говорил, что аж 12 положений регулировки. Хорошо. Ну, теперь сам звук. Мне аж самому интересно, потому что, ну, Sony меня сильно не впечатлили по звучанию. Если Sony подключить по проводу, они звучат лучше. Кстати, эти тоже звучат по проводу лучше. Ну, опять же, что-то говорят в обзорах. Сейчас мы послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На первый взгляд по звучанию точно не лучше, чем Sony. Но так вот сложивает впечатление, что не хуже. Ну, опять же, это я протестирую в полном обзоре и сравнении, чтобы, ну, сказать, действительно, имеет ли смысл платить за вот эти вот наушники. Эти более так, вот видите, Sony наушники стоят в 6 раз больше. Но, когда покупаем что-то дорогое, мы понимаем, что с этими наушниками на вас не обратят внимание и не будут ассоциироваться с богатым человеком. С этими наушниками скажут, ну, да, у человека есть деньги. А если вы еще одените AirPods, то совсем по-другому вас воспринимают. Хотя говорят, что AirPods звучат хуже, намного хуже, чем Sony. Я не представляю, куда еще хуже можно. И стоят намного дороже, наверное, почти в два раза стоят дороже, чем Sony. Но у них внешний вид намного эффектней, потому что они сделаны из металла, меняются там амбушюры, то есть намного эффектней. Здесь по выгляду можно сказать, что они плюс-минус одинаковые. Здесь вот более, у Sony более приятная вещь, чем здесь Ugreen. Но мягкость, ну, довольно-таки неплохая. Они плюс-минус одинаковые. Возможно, при длительном использовании чашечки Sony будут поудобнее, чем здесь. Но, опять же, цена, вы должны понимать цену. И все, обо всем этом мы поговорим в полном обзоре. Так что, Au revoir, Abianto! Субтитры сделал DimaTorzok